Более тысячи человек со всех городов Прикамья съехались на турбазу Уральская. Все они, и участники, и зрители, явились с авторами праздника русского духа, пусть даже не коммерческого и самодеятельного, но на котором нельзя выглядеть лучше, чем ты есть на самом деле, и нельзя солгать, сжимая гитарный грив. Кабак назвали эстрадой, а блатняк окрестили шансоном, утверждает Андрей Макаревич. Здесь не было ни шансона, ни эстрады. Поток коллективного творчества и добра окутывал и исполнителей, и зрителей. Это уже даже не просто традиция, это то, без чего душа в год выдержать, больше года выдержать не может. Не верь в воду, не верь и пиво, Жизнь без этого очень красивая, Забудь про спиртное, себя не неволь, Несмотря на особую энергетику, «Дожди» регулярно поливает фестивали его участников уже пятый год подряд. Традиции, дождь на фестиваль с 99-го года льет, льет, и льет. Мы уже приезжаем, дождя нет, чувствуем себя неуютно. Я даже сегодня ночью песню написал. А вот если камеры прокрутить, вот эта вся обстановка, которая здесь происходит, Которая называется фестивалем. Фестиваль это не то, что на сцене, фестиваль это вокруг сцены. Вокруг пели песни, на сцене, рядом с ней, у палаток и костров. Представители МЧС смешались с толпой и тоже пели. Спасать было некого. Дух фестиваля нельзя записать на компакт-диск. Невозможно втиснуть в рамки телеэкрана. Надо быть там, стать соучастником и соавтором этого действия. Фестиваль авторской песни – это островок российской культуры, русского духа, который не подвластен ни эстраде, ни шансону. Светлана Климова, Михаил Овсечек. Специально для программы «Время. Пик» из Кунгура. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова